А польские власти обвинили Беларусь в попытке спровоцировать крупную конфронтацию в понедельник, когда в социальных сетях появились кадры, показывающие сотни мигрантов, идущих к польской границе. В связи с ситуацией на границе в Польше собрали заседание штаба антикризисного управления. После совещания польский лидер перенес зарубежный визит в Словакию. В Братиславу Дуда должен был отправиться в тот же день. Сообщается, что в Европе пристально наблюдают за ситуации на белорусско-польской границе. В свою очередь, МИД Германии крайне обеспокоен обстановкой на белорусско-польской границе. А при этом страна выступила за единый ответ ЕС на ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Речь может идти как о продлении санкций, так и о помощи странам в защите внешних границ. Более того, Литва уже стягивает войска к границе с Белоруссией из-за скопления мигрантов, заявила в понедельник на пресс-конференции глава МВД. Предложив ввести чрезвычайное положение в стране. К слову, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе ситуации с продвижением нелегальных мигрантов к польско-белорусской границе обозначила, что Ирак был разрушен именно при активном участии Варшавы. Она напомнила, что более двух тысяч польских солдат вторглись в эту страну, как на тот момент утверждалось устанавливать демократию. Она задала риторический вопрос, удивившись, почему сегодня не принять как минимум столько же благородных иракцев, чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились, по словам Захаровой, беспардонные демократизаторы. А напомним, что Европейский Союз ранее уже обвинял Беларусь в поощрении тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Африки пересекать границы стран ЕС через Беларусь в качестве формы гибридной войны в отместку за западные санкции против Минска в связи с нарушением прав человека. А правительство белорусского президента Александра Лукашенко неоднократно отрицало создание кризиса мигрантов, обвиняя Запад в пресечении границы и обращении с мигрантами на границы. А с другой стороны, гуманитарные группы обвиняют правящих националистов Польши в нарушении международного права на убежище. Они выталкивают мигрантов обратно в Беларусь вместо того, чтобы принять их заявление о предоставлении защиты. А Польша утверждает, что ее действия законны. Премьер-министр Польши заявил в Фейсбук, что польская граница – это не просто линия на карте. Граница священна, за нее пролита польская кровь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова